Так, девочки, всем привет! Сегодня у нас с вами необычный формат, мы делаем макияж со мной, да. Сегодня, девочки, я вам покажу свой обычный макияж, как я собираюсь не на макбанг, а просто в обычной жизни. Я уже это показывала в своем телеграме, поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Давайте начинать. Во-первых, посмотрим, что в моей косметичке. Она вот такая. Девочки, я даже собрала сейчас нормальную косметичку, чтобы снять это видео, потому что обычно моя косметичка, это был полный трэш. Сейчас вот так выглядит все. Буду по факту все показывать, рассказывать. Давайте начинать. Я не претендую вообще на какое-то, что я делаю что-то правильно или неправильно. Я делаю так, как я делаю, и все. Я думаю, что мы, в принципе, все, ну, красимся, знаете, как красимся, без правил. Хотя я училась на визажиста. Вот. Ну, ладно, давайте начнем. Я училась на визажиста, и тем не менее, я не умею краситься. Так, я подготовила свое лицо. Первое, что я сделала, я умылась и намазалась тоником, сывороткой. У меня чисто лицо. Подготовленное, не грязное. Просто хорошее. Я ничем не пользуюсь заранее. Я сразу начинаю с BB-крема. У меня BB-крем в фирме Limone. Он, в принципе, хорош, бюджетный, нормальный крем. Девочки, наношу обычно вот таким образом, по чуть-чуть, везде вот так. И начинаем размазывать. То есть, обычно я, ну, знаете, не сильно много тона наношу, потому что все-таки я не люблю, когда виден тон. Я не люблю вообще, когда сильно видно, что ты накрашена. Что ты накрашена, что я накрашена. Я не очень люблю. Я люблю, знаете, такой чистый макияж. Чуть-чуть побольше. Размазываю я руками. У меня, девчонки, куча кисточек. Я, когда училась на визажисте, я купила себе тонну кистей за 15 или 20 тысяч. Я купила себе набор кистей. Блин, это, конечно, полный развод. Девчонки, кто думает выучиться на визажиста? Ну, там как бы, да, надо вложиться кисти, это макияж, ой, это косметика. Короче, купила я кисти, а работать я не стала. Поэтому я, знаете, что думаю? Если идете на курсы, идите на курсы. Потом устраивайтесь. Там, я не знаю, куда, Мак, Инглод, куда сейчас устраиваться? Золотое яблоко. И уже потом, когда вы поняли, что это ваше, покупайте кисти. А я купила, когда я училась на визажиста. Ну, то есть вы поняли, да? Развели меня, развели на кисти. Но, тем не менее, они у меня есть. Я думаю, что я ими буду пользоваться всю жизнь. Так, дальше давайте немножко поработаем над нашими скулами. И все такой темой. Я наношу контуринг. У меня это от Шик. Цвет у меня, по-моему, 0,1, девочки. И я уже говорила тысячу раз, что для девчонок нашей внешности 0,1 оттенок, он самый удачный, девочки. Все. Я вот так чуть-чуть, буквально, понимаете, не сильно. Немножко мы затемняем. Чуть-чуть. Нам не надо, чтобы все такие, о, ничего себе, она умеет делать контуринг. Нам надо аккуратно и нежно. Ну, такая я, такой макияж, чтобы нежно, аккуратно. Чистый. Чистый, да. Ну, есть, знаете, девочки, кто хорошо делает профессиональный макияж, но это не я. Поэтому я делаю вот то, что, мне кажется, все в основном делают себе. На камере, знаете, может быть, даже будет плохо видно, потому что камера вообще... Вот тут, чтобы камера передала, нужно накраситься, как Ше, чтобы было видно. Как Ше и Б. Тогда все будет видно. Вот. Ну, просто чистое лицо, да, сейчас как блинчик такой. Но в жизни, я вам скажу, в жизни это видно. Так, носик чуть-чуть. У меня, знаете, как бы такая, нос без четко выраженной прям переносится такой, он немножко расплывчатый. Я вот тут себе чуть-чуть его в этот самый. Вот. Все. Давайте дальше. Девчонки, макияж у меня быстрый. Тоже я отшит купила румяна. Девочки, мне очень, если честно, понравились. Отшит румяна тоже 01 оттенок. Вот, то, что надо покупать 01, это я уяснила как раз-таки из обучения. Потому что нас учили, что только 01 оттенок в основном подходит, ну, всем. Когда, типа, собираешь кейс для визажиста, чтобы у тебя были там свои вот эти вот, ну, как бы, косметику. Это то, что лучше брать 01. Так, все, румяшки мы наносим на яблочки щек и размазываем. Тоже мы, знаете, девочки, стараемся не делать такие яблоки, чтобы у нас были, да? У нас так аккуратненько, такой вот румянец легкий. Даже непонятно, это твой, не твой. Красилась-то, не красилась. Вот так надо. Ну, вот свеженькое, да, уже лицо? Тут тоже, вот тут можно. Ну, как бы, то есть, вот эту вот теплоту по лицу растушевать чуть-чуть везде. Везде можно, ничего страшного. Вот этот носик, вот эти вот места, где мы обычно и загораем, как бы, понимаете? Вот у нас вот это вот. Тут вот у нас сразу загорает, вот тут чуть-чуть, тут-тут. Так, давайте дальше. Девчонки, хайлайтер. Тоже обязательно сейчас, знаете, сначала сделаем кожу, потом будем делать глаза. Такой вот революшен, он у меня, слушайте, Just My Type. Вот этот его цвет. Just My Type. Просто мой тип лица. Так, и начинаем. Этот я наношу сюда хайлайтер. Сюда. 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 И вот сюда. Так. Девочки, я не стараюсь, чтобы было видно на камере, потому что это макияж не для камеры, это макияж для жизни. Вот, поэтому я думаю, что вы просто видите небольшие изменения, да, которые есть, но в жизни это, я вам скажу, заметно. И заметно, что не нужно борщить. Борщить не надо. Так, вот, аккуратненько все. Все. Так, давайте дальше. Брови зачешем. Мне часто говорят, ой, у тебя такие брови. Пугаются моих бровей. Девочки, я люблю свои брови, сразу вам скажу. Мне нравятся, мне нравятся широкие брови, это моя натуральная, моя линия бровей. То есть, это не придумано, ничего. Вот так вот меня природа наградила такими бровями. И я их не стесняюсь, я им наоборот горжусь. И со школы, со школы я их ношу такими вот пышными, густыми. Я помню, у меня хейтили в школе за них. Но, ребят, извините, мне нравятся мои брови. Кому не нравятся, не смотрите. Я не очень люблю нитки, и у меня крупные, знаете, у меня крупные черты лица. У меня крупное лицо, у меня крупный нос, губы, глаза. Зачем мне брови, ниточки? А эти брови, они, в принципе, добавляют. Ну, как бы, такие брови уж у меня, ребят, природа. Мне кажется, против природы не надо ничего делать. Так, я чуть-чуть их оформляю. Так, дальше. Давайте, у меня есть тоже от Шик. От Шик это просто, если честно, мне Маша открыла эту косметику. Ну, я как-то видела, но не хотела пробовать. А тут я попробовала и заказала сразу несколько продуктов, и осталась довольна. Такие вот кремовые тени от Шик. Так, это цвет Чемус, вот этот вот. Чемус. Давайте их нанесем. Тоже очень быстрое такое нанесение, которое, ну, удобно, знаете, когда вот особенно там, ты там на работу, может, все время делаем макияж, все время куда-то спешим, опаздываем. Утром делаем. Ну, короче, я все время сюда спешу. Со всеми макияжем. Поэтому вот так вот я нанесла кремовую текстуру. И сейчас мы ее размажем. Под глазик тоже обязательно, девочки. Потому что мы делаем тем самым объем. Объем. Так, выглядит вот так. Но мы сейчас это все аккуратненько тушуем. И у нас получается красивый такой дымчатый глазик. Тоже очень это все выглядит натурально и, ну, не заставляет людей подумать, что вы красились, что это у вас такая естественность. Такая, знаете, я такая. Я такая. Вот этот у нас глаз получился сильнее. Ну, я, конечно, ну, видео, понимаете, я тут размахнулась. Ну, вы поняли, да? Эту идею. Так. Дальше. У меня есть моя такая палетка. Я ее очень люблю. Мне ее привозил как-то Саша от Nature Republic. Nature Republic сейчас у нас нет. Но это вот обычная такая палетка база. Это прям база, база, база. Я беру вот какой-нибудь такой вот оттенок или вот такую вот блестюшечку. Вот такую можно намешать тут. Я люблю так чуть намешать. И вот эту кремовую текстуру закрепить, чтобы она получше сидела. И вообще, чтобы она еще у нас и сияла. И это будет очень красиво. Девочки, у меня тонна кистей. Но я все делаю пальцами, потому что пальцами намного быстрее. А кистьями пока она это самое, уже как бы это. Во-первых, они грязные, их надо мыть постоянно. Я не люблю кисти. Я больше люблю краситься пальцами. Тоже отшик такой карандашки я взяла для Каяла. Мусс 0,3. Девочки, поверьте, короче, мне насло, видите, да? 0,3. И мы с вами сейчас сделаем Каял. Он очень мягкий. Подчеркнуть Каяльчик. Каял нужно делать. Я, кстати говоря, не всегда крашу ресницы. Не всегда. Но Каял я делаю, потому что он подчеркивает глаз. И можно, знаете, такую вот стрелочку вывести небольшую. Тут немножко, знаете, от цвета, видимо, зависит. В принципе, глаза плюс-минус одинаковые. Но от цвета чуть-чуть как-то темнее кажется. Давайте, знаете, что еще? Консилер под глаза. Консилер у меня от Холика Холика. Он очень плотный. Это мой, наверное, уже второй консилер от них. Хороший консилер. Плотненький. И вот как раз-таки сейчас я немножко, ну, как бы, синячки замажу. И перекрою то, что я намазала. То, что я намазала. Уже вот этой вот чистой рукой. Немножко вот так вот. И высветлим эти участки под глазами. И заодно, ну, как бы... Надо, конечно, иметь ватный спонж. Или вот просто, знаете, вот эти вот очень хорошо. Хорошо бы сюда подошел такой вот спонжик, который, ну, как, для лица. Тут может часть тоже высветить. Все, немножко вот так. Вот так. Сейчас давайте я возьму кисточку. Все-таки кисточка здесь нужна. Именно вот эту вот историю под глазами. Немножко аккуратнее сделать. Так, кисточка у меня вот такая от Мак. Очень хорошая кисточка. Это одна у них из лучших. 21, 217. Но Мака уже у нас нет, поэтому не важно. Я возьму вот такие сухие тени. Такая сухая палетка девочке надо. Надо, чтобы делать красиво объемчик глаз. Такие вот, видите, тенюшки беру естественные. И немножко вот под глазиком, чтобы красиво сделать объем. Все. Слушайте, в целом макияж-то готов. А, губы. Губы. Так, 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 так. Для губ мы используем... Слушайте, ну, такой давайте от Vivienne Sabo. Это цвет 06. Цвет 06. И от Chic возьмем тоже. Я карандашик заказала. И мне он тоже понравился. Вот такой. Это Florence от Chic. Ну, девочки, честно вам скажу, это не реклама Chic. Ничего, просто мне вот понравились продукты. Действительно. И по хорошей цене. Так, и немножко губы. Здесь я делаю потемнее. Уголки потемнее. Тут и так тоже. Он потому что такой, ну, такой темно-телесный. Видите, немножко в оранжевый отдает. И вот от Vivienne Sabo он розовый карандаш. Кстати говоря, девочки, давайте вместе с вами заточим. Я раньше думала, что такие карандаши не затачиваются. Да, я вот такая. Давайте я вам покажу. Может быть, вы тоже не знали, что эти карандаши, они точатся. Они просто так выглядят, как будто бы они не затачиваются. На самом деле, вот они точатся и вот такие становятся. Это новая карандашка, я еще его не точила. Так, и вот так. Это розовый цвет. Так. Делаем. Девочки, когда красим губки, не бойтесь немножко выйти за контур. Потому что это тоже наши губы. Не крадите у себя объем. Не бойтесь выходить чуть за контур. Вот так. Вот так. И я использую такой вот бреск от Виен Сабо. Это коричневый он называется. Это пампер, по-моему. Плампер. Короче, цвет коричневый. Девочки, ну он как бы коричневый, но он нифига не коричневый. Он такой, как бы, на серединку наношал. Он, видите, даже особо ему не видно. В целом, девчонки, все. Можно еще добавить тушь. Можно добавить, знаете, более вот губы. Просто совсем на камере не видно. Давайте вот такой вот. У меня еще одна и черепаблик. Есть блеск. Вот так. Все, губы сочные. В жизни сочно. В жизни сочно, как бы. И так они яркие. Так. В целом, девочки, все. Можно нанести тушь. Давайте я нанесу. Это вот мой ежедневный макияж, который я делаю себе всегда. Он может быть даже кому-то показаться скучным. Но я просто хотела с вами поделиться. Тушь тоже от Шик. Это голубая тушь. Сейчас посмотрите, как будет выглядеть. Мне на самом деле нравится этот эффект. Так. Так. Нижние реснички. В целом. Все. Сейчас я камеру приближу. Девчонки, вы сможете посмотреть. Синяя тушь. Она на солнышке. Видно, что она синяя. В помещении это не режет глаза. Мне, в принципе, нравится. Как, знаете, такой акцент. Ну, красиво она выглядит. Мне кажется, у меня щекарьи глаза. И это выглядит здорово. Как такой, ну, прикольный акцент. Так. Все. Все, девчонки. Мой макияж готов. Сколько у нас 16 минут прошло? Вот так. Кстати, кому интересно, я вот такую штучку заказывала. Ароматы. Это духи. Знаете, такие пробники, как бы. Пробники такие. Если кому интересно, могу вам сделать обзор на эти ароматы, которые тут представлены. Мне, честно, никакой из них не понравился. Вот так, чтобы его прям взять и купить. Ну, что, все, девчонки. 15 минут, и вы королева. Можно сейчас распускать волосы, можно чуть подкрутиться. Вот мой макияж. Тут немножко, видите, так. Оп. Вблизи. Губы. Плампер, знаете, начинает печь губы. Вот так вот это все выглядит. Обязательно, видите, мы сделали красиво очень глаз. Вот он выделился, да, в такую тень. Тень пошла. Тут немножко я вот мазнула. Ничего страшного. Ну, как вам? Пишите в комментарии. Плохо, хорошо? Мне кажется, нормально. Знаете, вот так вот выйти куда-нибудь там с подружками встретиться. Просто выйти на улицу симпатично. Просто дома быть. Почти сегодня никуда не иду. Просто вам сняла. Как вам голубая тушь, кстати? Мне кажется, имеет место быть. И она сразу делает макияж таким интересным. И видите, у нас, ну, прям не видно, что мы накрасились, как мне кажется. То есть, ну, очень аккуратно так. И, естественно, смотрю вот на себя просто. Ну, что, девочки, большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Если вам будет интересен этот формат, я смогу показать, как я делаю, допустим, укладку свою. Сейчас я без укладки, просто волосы высохли. Вот так вот они легли. В принципе, можно их заколоть в крабик, и будет красиво, аккуратно смотреться. В целом, все. Пока!